МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в студии программа новости, подготовленная корреспондентами информационного агентства Курганру. Работаю я, Михаил Колесников. Здравствуйте. 1 июня праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, прошли во всех муниципальных образованиях Курганской области. Для юных зауральцев подготовили акции, игровые программы, спектакли, киносеансы, концерты, выставки и мастер-классы. Комплекс мероприятий под общим названием «Калейдоскоп детских улыбок» запланирован в рамках 6-й всероссийской акции «Добровольцы детям». В поздравлении с Международным днем защиты детей губернатор Алексей Кокорин отметил, что этот праздник – повод напомнить взрослым об ответственности за судьбу юного поколения, о том, что дети требуют постоянной заботы и внимания. Также 1 июня в регионе прошли горячие телефонные линии. В Департаменте образования и науки Курганской области с 10 до 12 часов работали 4 телефона. Юные зауральцы, их родители и опекуны могли задать вопросы, касающиеся дошкольного и общего образования. Все о дополнительном образовании, о том, как в регионе организуется отдых и оздоровление детей, получить консультацию по иным правовым вопросам. Грандиозный спортивный праздник. Дети открыли стадион «Центральный», поучаствовав в областной социально значимой акции «Оспорт-ты-мир». На мероприятии побывал наш спортивный обозреватель Михаил Котельников. Сегодня, в первый день лета, на стадионе «Центральный» проходит уже успевшая стать традиционной областная социально значимая акция «Оспорт-ты-мир». Данное мероприятие посвящено Международному дню защиты детей. В праздничном мероприятии приняли участие 6 команд по 10 человек, 5 девочек и 5 мальчиков из детских садов города Кургана и близлежащих районов Курганской области. Ребята прошли испытания в форме спортивных эстафет. Любое мероприятие, где участвуют дети, оно значимо само по себе. То, что мы сегодня проводим мероприятие именно в День защиты детей, это еще серьезнее и еще больше меру ответственности на нас возлагает. Дети сегодня приехали с пяти районов и детский сад города Кургана, 118-й. Все команды рвались в бой. Каждая, конечно, хотела победить. Но у организаторов главная цель гораздо шире – с малых лет привить детям любовь к спорту. Чтобы поддержать пропаганду здоровья, физкультурного развития детей, и чтобы дети закалялись, тренировались, учились играть, соревноваться в команде, мы готовились к этим соревнованиям, чтобы показать свои результаты и чтобы они проявили себя. Дети, приехавшие на этот большой спортивный праздник, несмотря на столь юный возраст, со спортом дружат уже давно. Я приехала сюда, чтобы победить. Мне нравится бег. Я не представляю свою жизнь без спорта. Мне вообще-то нравится спорт. Мне нравится кататься на коньках, на роликах, трюки делать на велике. О силе и амбициях участников соревнований говорит и заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области Сергей Чугунов, отмечая всю важность детского спорта. Они, конечно, уже здесь и свои отборочные районные мероприятия прошли. То есть это здесь собраны сильнейшие, так сказать, с нашей Курганской области детсадовские спортсмены. То есть сейчас у нас уже спорт, он все молодеет и молодеет. И это на самом деле, то есть по сегодняшним мероприятиям мы увидим, как они будут проходить, ребята, значит, эти эстафеты. Это будет очень достойно. Я думаю, если нам выставить команду каких-то хороших спортсменов, то они еще и побьются, так сказать, с ними и окажут достойное сопротивление. Примечателен тот факт, что дети фактически открыли прошедшую реконструкцию стадиона «Центральный», выйдя на совсем еще новенькие недавно установленные беговые дорожки. Мы ежегодно проводим областную социально значимую акцию у «Спорт и мир» по программе веселых стартов среди детских садиков. И в этом году не могли просто не использовать такую возможность провести ее на «Центральном стадионе». Это тот объект, который в прошлом году был отремонтирован. И вот действительно, это первые, скажем так, значимые соревнования, которые мы проводим на нем. На мероприятии присутствовала и уполномоченная при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина. Она поблагодарила организаторов спортивного праздника и отметила важность соревнований для детей. У наших детей дела замечательны, потому что наши взрослые очень внимательно думают о том, как создать безопасные условия для детей, как создать комфортные условия для детей и, конечно, как создать условия для развития детей. Вот сегодня мы видим замечательную обстановку веселых стартов. Как будто бы дети веселятся, это праздник, это здорово. Но сколько труда взрослые приложили к тому, чтобы сегодняшний праздник состоялся. По итогам соревнований победителям вручили кубки, медали и грамоты. Также все команды-участники получили грамоты, медали, сладкие призы и заряд позитивного настроения. Михаил Котельников, Дмитрий Тихонов, Людей Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Губернатор Алексей Кокорин работает в Санкт-Петербурге, где принимает участие в 21-м Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в северной столице с 1 по 3 июня. В плане рабочей поездки губернатора ряд мероприятий, основное из которых пленарное заседание, где запланировано выступление президента РФ Владимира Путина и лидеров иностранных государств. Также ожидается, что Алексей Кокорин примет участие в презентации результатов полномасштабного внедрения национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Презентацию проводит агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с ведущими российскими общественными организациями. Помимо этого, планируется подписание ряда соглашений с регионами России и российскими компаниями и деловые встречи. Напомним, Петербургский международный экономический форум – главный ежегодный экономический саммит России и стран СНГ «Русский Давос». Организатором его является Министерство экономического развития Российской Федерации. Первый форум состоялся в 1997 году. Более подробно об итогах работы Алексея Кокорина на форуме мы расскажем в понедельник, 5 июня. Первые итоги работы губернатора на форуме. Алексей Кокорин встретился с заместителем президента, председателем правления банка ВТБ-24 Вячеславом Воробьевым. Со стороны обсудили возможности дальнейшего взаимодействия для развития экономики Курганской области. В частности, речь шла о намерении финансовой организации расширить на территорию Заурали кредитование малого и среднего бизнеса, непотечного жилищного кредитования, иных форм кредитования граждан и корпоративных заемщиков. В свою очередь Вячеслав Воробьев рассказал Алексею Кокорину о предпринимаемых шагах по развитию банка на финансовом рынке Курганской области. У Вечного огня в Кургане студентам раздали каски и целинки. Подробности узнаем у моей коллеги Екатерины Юшиной. В Кургане прошло торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Курганской области. В этом году в отрядах Заурали будут трудиться более двух тысяч юношей и девушек. География трудовой деятельности с каждым годом расширяется. Появляются новые всероссийские стройки, осваиваются новые специальности, привлекаются новые деловые партнеры. Студенческие отряды активно участвуют в экономической жизни страны. Не все, естественно, студенческие отряды остаются в Курганской области. Они очень много выезжают. Это, в первую очередь, и Север, это и Малоневский, и Ханты-Мансийский автономный округ. Это и Краснодарский край с их реквизиционными зонами, с лагерями, где работают наши ребята. Это и отряды проводников, которые работают по всей стране практически. Студенческие отряды помогают зарекомендовать себя воплотить идеи, провести лето интересно и продуктивно. Они планируют работать по пяти основным направлениям – строительное, педагогическое, сервисное, сельскохозяйственное, а также в отрядах проводников пассажирских поездов. Сначала, когда я пришел в студенческий отряд, шел целенаправленно попробовать себя в роли проводника. Прошел очень серьезное обучение, которое длилось несколько месяцев, сдал экзамен, ну и непосредственно поехал. В первые рейсы, конечно, работа казалась сложной, это все равно ответственность за пассажиров, которых ты везешь, за жизнь и здоровье людей. Уже несколько лет подряд ребята реализуют акцию «Имена героев», в рамках которой отряды помогают ветеранам Великой Отечественной войны, делают ремонт квартиры пожилым людям, проводят субботники. Во время открытия представители студенческих отрядов возложили цветы к Вечному огню, а также к памятнику Героя Советского Союза генералу-полковнику Михаилу Степановичу Шумилову. Также новобранцы прошли обряд посвящения в ряды студенческих отрядов и получили символику основных направлений. Командиру педагогического отряда вручили галсты движения педагогического отряда Курганской области и бойцовку. Командир строительного отряда получил каску и целинку. Комиссару отряду проводников вручили сигнальные флажки и строевку. Екатерина Юшина, Владислав Баздалев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». В ближайшее время в Зауралье развернется народное голосование за презентационные проекты муниципальных образований, в которых они должны представить наиболее привлекательные и сильные стороны своих территорий для инвесторов. Это голосование пройдет в рамках конкурса «Зауралье. Территория для комфортного проживания и успешного ведения бизнеса», который стартовал 24 апреля. Он проводится среди районов и городских округов Курганской области. И каждое муниципальное образование представит своеобразный видеопродукт о себе – видеоролик. 15 июня в Шадринске состоится просмотр презентации и подведение итогов конкурса по следующим номинациям. Стратегия на успех, оригинальность идеи, самая инновационная презентация, лучшая площадка для ведения бизнеса и успешная муниципальная инициатива. Организатором конкурса выступил Департамент экономического развития. Как облегчить введение бизнеса в Зауралье? Этот вопрос обсуждали в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области. В частности, было принято решение продолжать работу по внедрению муниципального стандарта для формирования благоприятной среды, поддержки инвесторов и развития предпринимательства. Также были рассмотрены текущие результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Выполнение всех целевых моделей – одна из основных и актуальна для нас с вами всех задач. К нами проделан определенный объем работы за истекшее время по внедрению целевых моделей. За 4 месяца общее выполнение всех целевых моделей составило 62%. Всего выбрано 12 направлений целевых моделей, например, выдача разрешения на строительство, подключение к электросетям, поддержка малого и среднего бизнеса и другие. За каждым из них закреплены ответственные из числа членов правительства области. В ближайшее время в Зауралье развернется народное голосование за презентационные проекты муниципальных образований, в которых они должны представить наиболее привлекательные и сильные стороны своих территорий для инвесторов. Целью конкурса является создание благоприятных условий для развития и активизации инвестиционной деятельности районов Курганской области, через привлечение внимания потенциальных инвесторов к муниципальным образованиям. Также конкурс позволит обобщить и систематизировать опыт работы победителей для дальнейшего его распространения. С начала июня в Курганской области стартует летняя оздоровительная кампания. Всего на отдых и оздоровление детей в Зауралии будет выделено 243,6 миллионов рублей из областного бюджета и 24,6 миллиона рублей из федерального. Не останутся в стороне летняя оздоровительная кампания и спортсмены Курганской области. С июня по август за Уралии запланированы спортивные состязания по пляжному волейболу, футболу, боксу, художественной гимнастике и пулевой стрельбе, в которых примут участие более 500 спортсменов. В селе Белозерском 29 мая прошли районные соревнования на встречу ГТО в рамках единого дня профилактики среди подростков в возрасте 9-17 лет, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, находящихся на внутришкольном учете. Организаторы из секторов молодежной политики, спорта и туризма, администрации Белозерского района, отдела образования и муниципального центра тестирования ВФСК ГТО увлекли 30 мальчишек и девчонок, которые попробовали свои силы в подтягиваниях и упражнениях на гибкость, прыжках в длину, поднимании туловища и с положения лежа на спине. В Кургане наркополицейские задержали семейную пару и изъяли около килограмма синтетических наркотиков. В ходе обыска по месту жительства правоохранители нашли пакет с наркотическим средством общей массой более 800 граммов, а также вещественные доказательства противоправной деятельности супругов. Правонушителям грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Курганской области. Подозреваемые выписали подписку о невыезде, а ее сожители задержали. Престиж работников сельского хозяйства должен расти, твердо уверен руководитель ЗАО «Картофель» Александр Немиров. У сельскохозяйственного предприятия сейчас ответственное время, а в Заурале завершаются весенние полевые работы. ЗАО «Картофель» – одно из крупнейших производителей овощной продукции в Зауральском федеральном округе. В настоящее время уже полностью закончена посадка лука, моркови и свеклы. На 100% посеян картофель, на 50% капуста. Приступили к посадке свеклы. Из 6000 гектаров посевных площадей 800 гектаров оборудованы поливальными машинами. Со всеми крупными российскими торговыми сетями заключены договоры на поставку продукции. Посадка производится таким образом, чтобы был конвейер. В июле месяце мы уже будем поставлять в торговлю морковь мытую, свеклу, капусту, картофель. То есть весь набор овощей для того, чтобы, во-первых, у нас продукция дешевле, она выращена в экологически чистых условиях, значит, качество нормально. Ну и, если так обрано сказать, народ-то кормить надо. Аграрии за Урале засели 988 тысяч гектаров. Это 74,3% к плану. Такие данные озвучил 29 мая первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин на заседании регионального правительства. Он проинформировал, что посевная идет организованно и массово. Он также подчеркнул, что в планах аграриев довести процент кондиционных семян из всех высеиваемых до 84. Напомним, семена являются кондиционными, если соответствуют всем стандартам качества. Александр Немиров уверен, престиж работников сельского хозяйства должен расти. В ЗАО «Картофель» делается все, чтобы у его работников были достойные условия труда и жизни. В хозяйстве высокая механизация производства. Здесь постоянно думают о модернизации. Кроме того, постоянные сотрудники обеспечены бесплатными обедами и ужинами. Для специалистов строится жилье. Только за последнее время было сдано в эксплуатацию два двухквартирных дома. Местная школа круглогодично обеспечивается бесплатными овощами для школьной столовой. Мы живем в селе. У нас неплохая средняя школа. Там учатся дети наших сотрудников, наших рабочих. Поэтому для того, чтобы был нормальный обед, мы на протяжении многих лет бесплатно отпускаем туда картофель, овощи. Для того, чтобы мы могли нормально, хорошо покушать. Предприятие поддержало и новое направление – агрообразование. Старшеклассники приходят на экскурсии, изучают производство. Другие отрасли сельского хозяйства, технику. Александр Немиров надеется, что кто-то из них выберет крестьянский труд своей профессией. С той же целью тесное сотрудничество сложилось у ЗАО «Картофель» с Курганской сельскохозяйственной академией имени Мальцева. Студенты проходят здесь практику, набираются опытом, проводят научные эксперименты, на основе которых защищают дипломные работы. В настоящее время на посадке капусты работает студент Алексей Степанов, который считает, что все сельскохозяйственные предприятия в Заурале должны стремиться к уровню ЗАО «Картофель» и надеется продолжить свою профессиональную деятельность именно здесь. Сейчас я на капусте в основном, сеем капусту в ангаре, таскаем на поля, увозят их в машинах. Также вытаскиваем из парилок в теплицы, высеянные недавно. Они дня два стоят в парилке, сначала день два, чтобы быстрее прорастали, а потом выносим в теплицы. В Кургане произошло крупное событие в культурной жизни города. Обновленный зал городского дома культуры имени Горького открыл свои двери для курганцев. Подробности прямо сейчас. Городской дом культуры имени Горького в Кургане переживает второе рождение. Накануне жители областного центра смогли увидеть обновленный после ремонта концертный зал. Самое главное, что сегодня вообще в отрасли культуры одно большое значимое событие. Мы вернули ДК Горького, его стопроцентную мощность, которая сегодня станет центром притяжения наших горожан. И я думаю, сегодня даже можно посмотреть в зале люди разных возрастов, разных профессий, но все те, кому необходимо, только общение, общение культурное, общение. Посмотреть на своих детей, посмотреть на чужих детей, порадоваться за те успехи, которые наши ребятишки достигают во всех площадках, начиная от городских и заканчивая международными. Ремонт Дома культуры проводился по поручениям президента России Владимира Путина. Ремонт Дома культуры, он, естественно, проходил под контролем аппарата полномочного представителя. Было поручение, и те поручения и указы, которые президент Российской Федерации в 2012 году подписал, они все направлены на развитие регионов, на обеспечение жизнедеятельности, улучшение жизнедеятельности людей, на улучшение качества жизни. И в рамках этого указа и поручения все выполнялось. Обновленный актовый зал теперь сможет вмещать в себя порядка 500 человек. Сегодня у нас очень счастливый, радостный, очень волнительный день, потому что к этому дню мы шли долгих 18 лет. Зал был в аварийном состоянии, бежала крыша, мы сначала отремонтировали кровлю, потом мы ремонтировали зал. Вот целый год мы занимались ремонтом зала. У нас в зале абсолютно все новое – крыша, пол, потолок, стены и, конечно же, мягкие, удобные кресла. Отметим, сейчас в Доме культуры работают 28 кружков студий и клубов по интересам. Их посещает порядка 1000 человек. Например, на базе ДК работают студии эстрадного вокала «Доми Солька» и студия современной хореографии «Варнелл». Школа наша существует на протяжении 5 лет, и, естественно, на этом протяжении 5 лет мы занимаемся именно здесь. И возможность выйти на сцену получился только в этом году. Естественно, вот когда есть открытие нашей сцены. Школа развивается, сейчас на данном этапе в ней 200 участников, планируем и больше. Обновленный зал понравился не только артистам, но и курганцам. Ну, во-первых, я поздравляю всех работников ДК Горького, потому что, во-первых, когда я вошел в зал, это, конечно, что-то удивительное, впечатляющее и большое театральное удивление. Это большая радость, когда все старое не забывается, не разрушается, а перевоплощается в очень хорошее, новое. И самое главное, что все люди, которые этого ждали, дождались. Дом культуры имени Горького ждет дальнейшее преображение. Он должен получить новый фасад и крыльцо для того, чтобы приобщиться к культуре могли все, в том числе и маломобильные группы населения Кургана. Василий Сысуев, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Первый день лета, день начала долгих каникул, а также Международный день защиты детей. Все это относится к 1 июня. Как его отмечают курганцы, узнаем из сюжета. История возникновения детского праздника началась в 1949 году. В Париже на женском конгрессе подняли вопрос о защите всех обездоленных детей. И уже в следующем году, 1 июня, впервые был проведен праздник, посвященный этому вопросу. Многие страны подхватили эту традицию и с тех пор Международный день защиты детей отмечают по всему миру. Сегодня день защиты детей. Главный летний праздник стал поводом провести его всей семьей. При поддержке правительства Курганской области и спонсоров подготовлены различные праздничные площадки. Во всех учреждениях культуры Курганской области сегодня настоящий праздник. Наши артисты, музыканты, библиотекари, музейные работники подготовили очень много мероприятий для наших жителей за Урале. Курганская областная филармония ежегодно встречает маленьких гостей и их родителей развлекательной программой. Для зрителей выступали солисты филармонии, Зауральский симфонический оркестр, ансамбль классического танца «Авиаль», которые представили одну из самых любимых многими поколениями русскую народную сказку «По щучьему велению». Перед началом представления гости участвовали в фотосессии с костюмированными артистами филармонии, а также в мастер-классе юных художников. Увидели выступления детских творческих коллективов музыкальных школ города. У меня сегодня выступают друзья, я пришла на них посмотреть на русские народные песни. Посетить праздничную программу смогли дети из детских домов и малообеспеченных семей. А для взрослых гостей, родителей, бабушек и дедушек состоялась супервикторина с розыгрышем приятных призов. В свой праздник дети получили много ярких впечатлений, радостных эмоций и хорошее настроение. Жанна Карманова, Владислав Базылев, Александр Ленков, информационное агентство «Кургандр». 1 июня отмечается День защиты детей. Этот день должен дать мамам и папам повод задуматься, что смотрит ребенок по телевизору, когда он один дома. Обезопасить детский просмотр от нежелательных передач помогает интерактивное телевидение, Ростелекома и функция «Родительский контроль». Школьница Насти на каникулах остается под присмотром бабушки, но пожилая женщина весь день хлопочет по хозяйству и следить за тем, что внучка смотрит по телевизору, ей особо некогда. Поэтому мама Насти постоянно пользуется функцией «Родительский контроль». Она доступна пользователям интерактивного телевидения, Ростелеком, пара щелчков пультом и дети защищены от просмотра того, что им видеть пока не положено. С этой функцией очень удобно, у меня есть дети, их двое. Данной функцией я могу ограничить просмотр нежелательного контента, то есть они только смотрят то, что им полезно и нужно. Полезно, нужно и безопасно – это мультфильмы, каналы, где обучают английскому языку, фильмы о природе. Впрочем, это все то, что нравится и самим детям. Я люблю смотреть про путешествия, про природу и познавательные каналы. Родительский контроль есть раз на уровне 3+, 6+, 12+, 16+, 18+. То есть все фильмы, они так или иначе маркированы вот этим вот возрастным профилем. Если вы хотите оградить своего ребенка и вы при включенном пин-коде устанавливаете вот этот возрастной профиль, то вы можете быть уверены, что ребенку не покажут фильмы из неразрешенного возрастного профиля. Функция «Родительский контроль» позволяет ограничить просмотр и по времени, например, с 12 до 2 часов дня. Блокировка работает как по телеканалам, так и по отдельным фильмам из видеотеки Ростелекома. Функция бесплатна и доступна всем пользователям интерактивного телевидения. На этом наша программа подошла к концу, но переключаться рано. Впереди для вас мы подготовили информацию, предоставленную нашими рекламодателями и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новый номер «Телесемь» в продаже со среды 31 мая. Покупайте «Телесемь» в супермаркетах «Метрополис», «Магнит» и в сети магазинов «Лето». Впервые в нашем телемагазине. Подарочный комплект «Канапуша» идеален для молодой семьи. Порадует родителей, сохранит здоровье малыша. В комплект входят 8 многоразовых подгузников. Две непромокаемые пеленки, вкладыш из бамбукового волокна, подгузник-трусики для купания. Непромокаемая подарочная сумка, поздравительная открытка. Звоните и заказывайте прямо сейчас комплект для новорожденных «Канапуша» за 4950 рублей. Компания «Боконедвижимость» предлагает новые квартиры в добром доме. Кирпичный дом, индивидуальные планировки, центр города, прекрасные виды на городской пейзаж. Дом введен в эксплуатацию. Пришло время покупать. Позвоните нашим специалистам по телефону 5599-00. Мы поможем вам выбрать квартиру, оформить ипотеку или использовать для покупки материнский капитал или жилищный сертификат. Звоните в 5599-00. Открытый городской турнир по дворовому футболу. Регистрация уже началась. Собирай команду, подавай заявку на участие, участвуй и побеждай. Это будет серьезная игра. Регистрация команд проводится по адресу Куйбышева, 36, офис 308. Встречайте, самое громкое спортивное событие 2017 года. 25 препятствий, трасса 7 километров. Узнай, на что способны твои сила и выносливость. 3 июня, лыжная пасса от Динамо. Прокачай свой характер. 3 июня, лыжная пасса от Динамо. Здравствуйте. С прогнозом погоды в вас знакомит Карманова Жанна. В пятницу синоптическая карта за Уралия будет представлена теплым сектором Атлантического циклона, южные потоки которого принесут среднеазиатский зной. Такой интенсивный нагрев воздуха и повышенная влажность спровоцируют в дневные часы развитие отдельных массивов грозовых облаков. В Екатеринбурге плюс 22-24, Челябинске плюс 25-27, Тюмени плюс 24-26, кратковременный дождь, гроза. В Кургане облачно с прояснениями, без существенных осадков. Весер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9-11. Днем в Кургане облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 27-29. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров ртутного столба. 2 июня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время. Все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД. Задолженности по имущественному и транспортным налогам. Записать ребенка в детский сад или назначить приему врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется.